Ветеран Великой Отечественной Войны устанавливает рекорды по плаванию. Секреты его успеха вы узнаете через пару секунд. Карагандинка Дарья Андриченко стала первой казахстанкой, получившей грант Билла Гейтса. Школьник нанес 4 удара ножом мужчине. Известно, что юноша уже имеет судимость по статье 178, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Грабеж. 94-летний ветеран Великой Отечественной Войны Буркот Ишанов даст фору любому профессиональному пловцу. Аксакал регулярно занимается спортом и делает длительные заплывы до 600 метров. Когда началась война, ему было всего лишь 19. Ветеран до сих пор бодр и активен. Секрет молодости ветерана узнавала Айма Мрина. Человек-рыба, так 94-летнего Аксакала называют друзья и знакомые. Ветеран войны занимается плаванием уже больше 10 лет. В ежедневный график тренировок входят занятия спортом и пешие прогулки по два часа. Бассейн Буркот Аксакал посещают два раза в неделю. Он ныряет и делает заплывы до 600 метров. Ветеран никогда не пропускает тренировки. С его слов, они помогают ему чувствовать себя бодро и оставаться молодым. Тренеры восхищаются его стойкостью. Ведь осилить такие нагрузки в почти 100 лет не каждому под силу. Регулярно приходит. Сейчас ему уже идет 94-й год, а познакомились с ним, когда ему шел 84-й год. И поэтому и Беркуту Ежановичу, и остальным ветеранам хотелось бы пожелать здоровья. Беркут Ежанов отправился на фронт 19-летним юношей в 1942 году. В то время он был курсантом Ленинградского авиационного училища. Он воевал под Москвой в составе 5-й стрелковой дивизии. Также участвовал в битве под Курском в 1943 году. Получив ранение, Беркут Ежанов попал в госпиталь. Но даже после этого он не сдался, а вернулся на поле боя. После войны участвовал в освобождении северо-восточного Китая и Монголии от японцев. Вернулся на родину в 1948 году. Женился. С тех пор прошло 66 лет. Сейчас супружеской паре Беркут Аксакала и Кумишан Ажей многие завидуют. Ведь у них 8 детей и много внуков и правнуков. Средний сын Бибет Ежанов известен многим как мастер кожаной перчатки. У нынешней молодежи все есть. Они должны гордиться, что живут в мирной стране. Они должны любить и защищать Казахстан. Так же беззаветно, как мы. В Великой Отечественной войне приняли участие 45 тысяч человек из Карагандинской области. Около 18 тысяч из них погибли и не вернулись с фронта. Память о наших героях не должна угаснуть. Аймамри на Жахсулак Нуртай, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Еще одна победа. Карагандинская школьница Дарья Андриченко стала первой казахстанкой, получившей грант Билла Гейтса, который является одним из основателей стипендиальной программы. Школьница будет учиться в одном из самых престижных вузов мира – университете Дюка. Подробности из материала Асель Сазанбаевой. Все, кто поступает в Дюк-юниверситет, они просто безумно-безумно интеллигентные, умные люди. С ними интересно общаться. Я уже со многими подружилась. И некоторые сегодня даже писали. Мы теперь фан-клуб в Дарси, потому что она приезжает из Казахстана, и у нас такое очень редко случается. Интерес у Дарьи Андриченко к иностранным языкам появился еще в детстве. Просматривая фильмы или сериалы на английском языке, девочка все больше хотела изучить язык, чтобы без затруднений понимать смысл. Тогда Дарья решила выучить английский язык и уехать учиться за границу. Школьница упорно шла к своей цели, несмотря ни на что. Сама готовилась к SIT, американскому аналогу казахстанского ЕНТ. Сдала экзамен по английскому языку IELTS, прошла онлайн-интервью и написала много эссе, рассказывая о себе как о личности. Как результат, получила приглашение на обучение в один из самых авторитетных вузов мира. И когда я уже поняла, что у меня осталось 2-3 года, что мне пора забывать обо всем и просто идти к своей цели, тогда я уже начала искать просто в интернете. Я не знала, что такое университет Дьюка, я не знала, что такое SAT, я даже не знала, что такое IELTS. То есть очень много нового приходилось изучать, материала, причем что мне никто не помогал. То есть не было рядом человека, который бы сказал, вот дай то и то, и ты поступишь. А сейчас это очень важно, потому что я могу передать свой опыт другим, и другие смогут воплотить свои мечты в реальность тоже. В этот университет поступает лишь 1700 человек из 32 тысяч претендующих, а стипендию получают только 8 человек в мире. Дарья планирует изучать нейронауку, связанную с головным мозгом, и после обучения развивать ее в Казахстане. Девочка уверена, что только труд и упорство помогают достичь своей цели, но без поддержки родных и близких ничего бы не вышло. Два года назад она поставила себе цель поступить в лучший университет Америки. Она упорно шла к этой цели. Она меньше тратила времени на прогулки какие-то, на какие-то беседы, на какое-то общение. Она была вся погружена в эту атмосферу для того, чтобы получать знания. Она упорно всегда трудилась, училась. Даже летом, когда все ребята отдыхали, когда я просто ее звала гулять, говорю, Даша, пошли погуляем. На улице такая хорошая погода, побегаем, повеселимся, просто отдохнем. Она говорила, нет, Лер, извини, мне нужно подготовиться к такому-то и такому-то экзамену, мне скоро его сдавать. Университет Дьюка – частный исследовательский университет, расположенный в городе Дарем, Северная Каролина, США. В рейтинге среди вузов Соединенных Штатов занимает 8 место и входит в 20-ку лучших университетов мира. Здесь получили известность разработки в области биомедицинского проектирования, ботаники и зоологии, теологии, экономики. Сегодня Дьюкский университет – это целый город с улицами, студентов по которому перевозят бесплатные автобусы. На территории университета находится медицинский центр, известный на весь мир. Большую часть земли занимают гуманитарные факультеты, театр, концертный зал, почта и библиотека. Я очень счастлива, чтобы университет Дьюкский университет, особенно потому, что они обеспечили все, что я нужна. И как учитель интернационного ученика из Казахстана, это было очень важно для меня, чтобы университет. И университетный программ университет помогает мне, чтобы мой мечтал настоящим. Несмотря на свои достижения, школьница продолжает трудиться. Результаты ЕНТ уже никак не повлияют на ее студенческую жизнь. Но Дарья упорно готовится к тестированию, наравне с одноклассниками. Для того, чтобы оправдать надежды преподавателей и получить тот самый аттестат с отличием и знак «Алтынбельга». А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Чиновники Карагандинской области не используют в работе государственный язык. Несмотря на все заявления главы государства об ужесточении контроля за изучением казахского языка, ВОЗ и ныне там. Это можно заметить по простой деловой переписке и пресс-релизам, которые госслужащие присылают в СМИ. Эту больную тему в очередной раз подняли журналисты на брифинге с участием Акима области Нурмухамбета Абдебекова. По состоянию на сегодняшний день в тестировании на знаниях государственного языка участвовали около 700 чиновников. До конца года планируется проверить знания еще 800 человек. Но дают ли эти экзамены результаты? Ведь из года в год документооборот в госорганах ведется сначала на русском языке. По итогам прошлых лет выяснилось, что только 0,9% из всех протестированных специалистов Акиматов знают казахский язык в совершенстве. А это очень низкий показатель по республике. В нашей области за последние годы обучение прошли более 4 тысяч чиновников. Большая часть из них получили сертификаты. Но не все обучившиеся используют казахский язык на работе. Пресс-релизы зачастую доходят до журналистов только на русском языке. Это большая проблема, над которой стоит задуматься. Всего в нашей области проживают более 1 миллиона человек. По данным Управления о развитии языков, только половина из них владеют государственным языком. Остальная же часть учиться может быть и хотела бы, да вот обучающих центров не хватает. Да и чиновников в некоторых районах для прохождения курсов не всегда освобождают от работы. А между тем на обучение одного чиновника выделяется около 40 тысяч тенге. Да, в нашей области есть такая ситуация, но она постепенно решается. Мы будем следить за ужесточением требований. Кроме того, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 186 отечественных средств массовой информации. Из них 40 электронных, 114 печатных и два информационных агентства. Подавляющее большинство являются негосударственными телерадиокомпаниями. Из этого списка всего 5 источников вещают только на государственном языке. 69 на русском, на двух и более языках – 112. В области сейчас распространяется около полутора тысяч иностранных СМИ. Аймам Ренажак Салак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Галвин Херкюль Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Криминальные новости. В Тимиртау школьник нанес несколько ножевых ранений 26-летнему мужчине. Причины инцидента пока неизвестны. Нашему корреспонденту удалось поговорить с главным врачом хирургического отделения Тимиртауской городской больницы. Лариса Хусаинова с подробностями. Три удара ножом в спину и один в живот. Случай произошел 10 апреля. Около трех часов ночи в центральную городскую больницу Тимиртау на скорой помощи привезли 26-летнего местного жителя. На момент поступления врачи оценивали его состояние как средне-тяжелое. Поступил в приемное отделение нашей центральной больницы, где был осмотрен экстренными хирургами. Произдана первичная хирургическая обработка ран. Наложен торакоцентез. Ввиду того, что в плевральной полости находился воздух, была произведена торакоцентез, наложена трубка для того, чтобы воздух удалить. В настоящий момент трубочка уже убрана, состояние его стабильное. Пострадавший отказался от разговора с журналистами. По информации интернет-сайта, преступником оказался ученик старших классов одной из школ города. Известно, что он уже имеет судимость за грабеж. Отбывать наказание школьник должен был начать в октябре этого года. ДВД области пока не комментирует происшествия. Полицейские задержали транснационального наркоторговца. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана. Из его автомобиля марки «Лада Гранта» изъяли 10 килограммов героина. Спецоперация задержания проходила на автодороге Алматы-Екатеринбург. Наркоторговец признался, что героин он вез из Афганистана. Он предназначался для черного рынка Северного Казахстана и России. В случае осуществления его замысла, прибыль наркодилера составила бы около 70 миллионов тенге. Стоит отметить, что полицейским с начала текущего года удалось изъять из оборота около 100 килограммов различных наркотических веществ. Из них около 25 килограммов героина. В настоящее время лицо задержано, водворено в изоляторе время содержания. Проводятся все необходимые следственные оперативные мероприятия по установлению соучастников в данном виде преступления. В поселке Шахан произошла трагедия. Семья потеряла 9-летнего сына, тело которого нашли на балконе у одного из местных жителей. Убийство, по предварительной версии, было совершено вечером 13 апреля. Подозреваемый задержан. Ребенка стали разыскивать родители. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже третьеклассника. После его тела было обнаружено в квартире 53-летнего жителя поселка Шахан. На теле ребенка были следы удушения. Подозреваемый был в нетрезвом состоянии. При задержании он оказал сопротивление полиции, бросившись на них с ножом. Сыщики сумели отбить холодное оружие. Подозреваемый совершение данного преступления. Возвращаемый в изоляторе время содержания. Проводится расследование. Продолжаем выпуск. В стенах Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова состоялась 8-я республиканская студенческая олимпиада по специальности социальная работа. Учащиеся из 12 городов Казахстана активно включились в борьбу. И все они уверены в своей победе. Подробности состязаний вы узнаете из следующего материала. Студенты – творческие личности. Они всегда с удовольствием принимают участие в подобных олимпиадах. В этом году в жюри опытные специалисты. На открытии олимпиады все участники прошли жеребьевку, после чего был организован яркий концерт, где студенты могли показать себя с творческой стороны. Участникам предстоит пройти 4 этапа олимпиады. Они покажут все свои способности и умения в области социальной работы. И команды приступили сейчас к первому конкурсу. Конкурс называется «Гимн-профессия». Это первый конкурс. Второй этап – это у нас будет тестирование. Тестирование у нас проводится в компьютерном зале, это в зале электронных ресурсов. Это второй год в таком виде проводится тестирование. Завтра, это в два дня, будет проходить олимпиада. Завтра будет защита проектов и видеороликов. То есть четыре конкурса, на которых активно уже начали работу команды с разных городов. Участники из столицы уверены в своих силах. Студент третьего курса Казахского университета экономики, финансов и международной торговли уверен, что профессия социального работника самая востребованная на сегодняшний день. Социальный работник должен помогать всем окружающим, говорит Ануарбек Мусралимов. А вот что подготовила их команда? У нас, не буду раскрывать секреты, у нас полностью торжественное мероприятие, торжественная концертная программа. Увидеть все, все будет интересно. Мы, надеюсь, удивим. Организаторы отмечают, что с каждым годом количество желающих принять участие растет. Подобные мероприятия помогут молодежи реализовать себя и открыть много нового в будущей специальности. Асель Сознабаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде прошла конференция, посвященная 150-летию Алихана Букиханова. Во дворце детей и юношества ребята показали и рассказали, насколько хорошо они знакомы с великим казахским общественным деятелем. В прошлом году на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение 2016-й год объявить годом Алихана Букиханова. Отдел образования утвердил план мероприятий на год. Первое прошло 5 марта, в день рождения казахского общественного деятеля. В школах города Караганды проходили библиографические уроки. На базе 39-й гимназии прошел онлайн-урок. 5 марта на базе 76-й школы прошел состязание молодых поэтов разных возрастов. То есть здесь ученики посвятили свои стихи Алихану Букиханову. Также на конференции была представлена выставка ручных изделий. Дети создали макеты юрт, мавзолеев, исторических событий и традиций. Школьники читали стихи, посвященные Алихану Букиханову. В ходе реализации плана в школах города проходят библиографические уроки, состязания молодых поэтов, которые посвятили стихи Алихану Букиханову и интеллектуальные марафоны. Также ученики состязались в знании истории и деятельности казахской интеллигенции. Для учеников провели уроки памяти. На конференции присутствовали ученые высших учебных заведений, учителя истории и географии и многие другие. Эта конференция стала продолжением празднования 150-летия Алихана Букиханова. В этом году областная юношеская библиотека имени Жаика Бектурова празднует свое 40-летие. А молодежному клубу БОТА исполнилось 20 лет. Аббревиатура названия центра расшифровывается как «Белемпас ойшалдар тапкарлар», что в переводе означает «знающие», «мыслящие», «предприимчивые», «находчивые». На юбилейном вечере побывала и наша съемочная группа. Вначале это был молодежный небольшой клуб читательский. И, наконец, этот клуб у нас реорганизовался в большой, развился в большой центр. Центр, он очень универсален. И у него самые разные направления в работе. Это и литературный салон «Казна», Это и интеллектуальные игры, Это и дискуссионные клубы, Это и в виртуальном пространстве встречи в онлайне, Это и республиканская литературная молодежная эстафета БОТА Кируэн. Это и наши, так сказать, связи, общения с нашими коллегами из ближнего зарубежья. Торжественный вечер начался с выступления об истории создания центра БОТА. Члены клуба услышали много добрых пожеланий и напутственных слов. В завершение всех ждала яркая концертная программа, где выступали активисты центра, а также были вручены почетные граммы для старожилового молодежного центра БОТА. БОТА! Мирики ухоста БОТА! По сути, БОТА – своеобразная площадка для апробации новых и интересных молодежных массовых форм работ на библиотеке. А сердце Замбаева уже осталось в Александре Цирикидзе, первый карагандинский. Карагандинский шахтер сыграл в ничью с алматинским Кайратом в заключительном матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу. Встреча состоялась в Алматы, завершилась со счетом 0-0. На 76-й минуте был удален капитан Кайрата Бауржан Исламхан. У шахтера были шансы вырваться вперед, но все же не смогли. Поболеть за своей командой пришло более 14 тысяч человек, но зрители так и не увидели голов. После этой ничьей у Кайрата стало 5 очков, а у шахтера 2. Теперь алматинская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, а карагандинцы также остались на 11-й строчке. А решил победный состав не менять, мяч штрафной площадки Финанченко плотника выручает. Редактор субтитров А.Семкин